Сегодня прилавки магазинов и супермаркетов пестрят от изобилия разнообразного товара. Овощи, фрукты, мясо, хлеб – все это всегда пользовалось спросом у потребителей. Ни один поход в магазин не обходится без их покупки. А вам не кажется, что в этом списке не хватает еще одного очень важного продукта? И это молоко. Молоко – один из базовых продуктов в холодильнике. По потребительскому спросу оно может сравниться разве что с хлебом. А продукты, изготовленные из молока, традиционно занимают одно из ведущих мест в пищевом рационе граждан нашей страны. И ежедневно присутствуют на столе подавляющего большинства россиян. Молоко, кефир, йогурт, сливки, ряженка. Сегодня в магазинах огромный выбор молочных продуктов разных сортов и производителей в различных упаковках. Сметану, творог, молоко. Ну все, что хорошее, все приобретаем. Ну, в основном я покупаю йогурты и сливочное масло. Молоко. Ну, реже молоко. Мы старенькие, для нас все молочное полезно. Творог, говорят, для косей полезно. А молочко, я пью кофе с молочком. Сегодня Россия входит в десятку мировых потребителей молочной продукции и представляет собой крупный молочный рынок. В конце прошлого года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что доля отечественного молока в общем объеме потребления приблизилась к 82%. Значительную роль в этом сыграла продовольственная эмбарго, прекращение поставок многих продуктов в Россию и стран Евросоюза и США. Это и дало возможность многим товаропроизводителям заполнить прилавки магазинов своей продукцией, в том числе молочной. Обычный пакет молока или, например, пачка сливочного масла, без которого едва ли обходится завтрак рядового гражданина. Казалось бы, все это мы с вами покупаем ежедневно, но даже не задумываясь о том, насколько сложны и долгий путь проходят молочные продукты, прежде чем попасть на прилавки магазинов. А между тем это увлекательное путешествие, в которое мы сегодня с вами и отправимся. Это программа «Сельский кластер». В этом выпуске я расскажу вам все секреты производства молока, так сказать, от фермы до прилавка. Каждый знает, что молоко дают коровы, а молочные продукты делают на молокозаводах. Но ведь мало кому известно, какую технологическую цепочку проходит этот натуральный продукт, источник ценного белка и множество других полезных элементов. Все начинается с дойки и заканчивается упаковкой. Но как же перед употреблением удостовериться в качестве молока? Кого спросить? Фермера? Директора супермаркета? Или, быть может, саму буренку? Нет, все-таки за ответом мы отправимся на предприятие по переработке молока и изготовлению молочных продуктов. Попасть на молокозаводы в святая святых не так-то просто, ведь там, как в операционной, все стерильно. Но нам, ради полезного для общества эксперимента, это все-таки удалось. Путешествуя по заводу, молоко проходит обязательные технологические этапы. Для незнающего человека может показаться странным, что в производственном цехе нельзя увидеть молоко. Однако это правильно, особенно когда речь идет о натуральности продукта. Все молоко скрыто в специальных трубах и танках. Так, на профессиональном языке называют резервуары с молочными заготовками. Так прячут молоко, чтобы исключить попадание вредных для конечного продукта бактерий. Прежде чем молоко попадет на прилавки магазинов, оно на самом деле проходит очень длительный технологический процесс. Прежде чем молоко пустить на завод, оно проходит отбор лаборатории, где его контролируют по нескольким показателям. Очень важный показатель на данный момент сейчас – антибиотики. То есть мы должны на завод пропустить молоко, в котором отсутствуют антибиотики. Только убедившись полностью, что наше молоко соответствует всем требованиям по качеству, по количеству, оно поступает на завод. Где молоко взвешивают, фильтруют, охлаждают его, проходят несколько степеней очистки. Часть молока поступает на сепаратор для производства сливок, а часть молока попадает в резервуары, где оно смешивается с обезжиренным молоком. Сепарация, гомогенизация, пастеризация – за этими словами скрываются необходимые для любой упакованной молочки процессы. Например, при сепарации нормализуется жирность молока, при гомогенизации создается однородная структура продукта, а во время пастеризации происходит нагрев до 90 градусов, что убивает вражеские бактерии, которые всегда присутствуют в окружающей среде и способны испортить любой молочный продукт. Весь технологический процесс изготовления молока несложный, отмечают специалисты. Куда сложнее процесс изготовления продуктов с использованием закваски – кефира, моциони или ряженки. Пастеризованное, гомогенизированное молоко резервируем в емкости и туда вносим закваску, приготовленную на кефирных грибках. Процесс сквашивания занимает примерно 12 часов. И после этого продукт охлаждается и подается на розлив. После этого еще он проходит такой процесс, как созревание. Это тоже занимает порядка еще 12 часов. То есть, если мы посчитаем, для производства, для того, чтобы к нам поступил простой продукт кефир к нам на стол, он должен пройти длительный продукт, как минимум на заводе. Это более суток занимает. Весь движение его по технологической цепочке. А вот та самая лаборатория. Сердце любого молокозавода. Вот здесь-то и контролируется качество и безопасность продукции. Сырье проходит обязательный анализ. И только после того, как в лаборатории дают добро, продукт забирают на переработку. Качество и безопасность проверяются на всех этапах. Первое, это начинается, что приготовление смеси. Потом процесс розлива, технологический процесс, процесс сквашивания. То есть, лаборант в процессе всего приготовления продукта отбирает несколько раз продукцию с розлива. Контролирует кислотность, контролирует температуру продукта. У нас есть контрольные образцы, которые отбираются и хранятся по всему, на весь срок годности. То есть, контролируются до последнего момента истечения срока. Тем самым, мы можем подтвердить в любой момент качество своей продукции. Как вы уже поняли, основа любого молочного продукта это натуральное и качественное сырье. А залог получения хорошего молока это питание коровы, ее здоровье, а также хорошее настроение животного. На ферме Маулана Быдаева об этом знают. Здесь живут и трудятся коровы специальных молочных пород. Они профессионалы своего дела. Каждый день буренок проходит по расписанию, ведь соблюдение режима залог продуктивности. У нас вот там сегодня видели ходят где-то 117 голов, которые должны отделиться. Ну, в конце, где-то в конце мая мы думаем голов 150 будем доить. А так, вроде, сейчас весна только началась, травы очень мало, молоко не скажу, там тоннами сдаем, тонны полторы. Ну, где-то осенью, я думаю, голову 200 будем доить, тонны 3-4 мы должны молока сдавать. У каждой буренки свой характер и свой статус с коровьим обществе. Есть покойные дамы, а есть и настоящие лидеры. Ну, а фермерам, конечно, больше интересны их полезные качества. Например, в этом хозяйстве добрая корова дает до 20 литров молока в сутки. С 15 и 16 лет начала работать. Я почти, считай, всю жизнь проработала дояркой. Это, считай, моя профессия. Я, например, глядя на корову, могу, уже знаю, как к ней подходить. Ну, любое, как животное, так и люди, любят ласку. Корова даже скрывает молоко, если не приласкать ее. Тут очень много, очень много зависит от этого. Ну, как, как ребенок, который обижается, это то же самое. Она не может нам ничего говорить. Есть, конечно, не очень спокойные коровы, но они тоже, они тоже порой успокаиваются, когда к ним имеют хороший подход или подходить к ним как подобает. Ну, это ж всю жизнь проработать, это уже любые тонкости, все знаешь про них и про все. Встать с позаранку, подоить рогатых и отправить их на пастбище. Фатима Черкесова вспоминает, как три года назад устроилась дояркой на эту ферму. Помнит, как доила вручную. Сегодня же на помощь пришли специальные аппараты, благодаря которым процесс идет намного быстрее. В таких современных условиях и коровам хорошо, и сотрудникам проще. Работала я вручную, по 23, по 26 коров мы доили. И ничего. И сейчас тоже. Вот я, например, аппаратом даю. Это очень легко и просто. Это сейчас, считаю, очень легкая профессия. Порой я от домашних забот и отдыхаю здесь. Честно, я согласитесь. Бывайте такое. Дома труднее, чем здесь. Это считаю, что я так приучилась, я так много работаю, что могу, могу здесь отдохнуть. Хоть и работа, но это иногда для меня отдых. Народную мудрость, что молоко у коровы на языке, сегодня знает каждый фермер. Вот и хозяину этого животноводческого комплекса известно, что для получения хороших надоев необходимо и кормить своих буренок как следует. Он ведет свое хозяйство пока по старинке, как учили деды, коровы на вольном выпусе под присмотром пастуха, где их главное лакомство душистый коктейль из травушки. Современное доильное оборудование, рост поголовья и неплохие надуи молока. К таким результатам фермер шел пять лет. Именно в 2013 году и было создано его хозяйство. Мы с моим младшим братом много лет там и назад заехали к нему в родной аул. Он мне показывал достопримечательности, где вырос, где учился. И говорит, вот душа болеет за село, сельское хозяйство пришло в упадок, ничего не работает. Он говорит, давай приложим все усилия для поднятия моего села, сельского хозяйства, для создания рабочих мест в этом селе. Я, говорит, всегда душой болею за этот аул. Анна Чиналь вспоминает с малого. В личном подсобном хозяйстве у Будаевых даже не было коров, а только с десяток барашек и столько же лошадей. И плюс ко всему разваленные животноводческие комплексы. Фермер вспоминает, что в начале пути было сложно, но дни и ночи труда дали свои результаты. Сегодня в его хозяйстве 2000 голов мелкорогатого скота, 350 коров и табун лошадей в 500 голов. Имея такое большое поголовье, хотят замахнуться и на переработку молока, построить свой завод и изготавливать свою продукцию. Развиваемся, каждый день не останавливаемся. На сегодняшний день объем сдаваемого молока порядка двух тонн в сутки. Хотим развить. Есть договоренности с партнерами о поставке небольшого масла-сырзавода для производства экологически чистого продукта. Хотим снабжать экологически чистыми продуктами населения нашей республики. вообще изначально хотели и хотим по сегодняшний день выйти на уровень европейских государств. То есть мы ездили, смотрели, как люди в Европе это все делают. И при помощи нашего правительства, президента и главы нашего района мы должны достичь успехов и развить сельское хозяйство, поднять его чуть на другой уровень. То есть полностью механизация, полный цикл вплоть до упаковки готового продукта и продажи населения. Полный цикл производства, когда предприятия не только производят сельхозпродукцию, но и перерабатывают сырье, это наиболее верный и рентабельный путь, считают в этом хозяйстве. Стратегия по созданию своего агропромышленного комплекса уже в разработке. Это будет не только перерабатывающий завод, но и современная ферма с доильными аппаратами под чешской технологией. Буренки похожи, такие планы одобряют. Вообще состояние молочной отрасли в республике вызывает гордость. Так, например, по данным Минсельхоза России только за первый квартал 2018 года наибольший прирост молочной продуктивности достигнут в нашей республике. Аграрии с надоями от своих буренок опередили своих коллег по цеху в Крыму, Пензенской, Амурской и Курганской областях. Планы в хозяйстве Буддаевых распространяются не только на горов, но и на лошадей. Хоть и молока с них не получишь, но вот сделать так, чтобы о достоинствах карачаевской породы знали везде, эти кони незаменимые помощники в хозяйстве. Как любой горец любим лошадей с детства, на сегодняшний день 500 голов чисто карачаевской породы лошадей достигли того уровня, хотим открыть конезавод для возрождения, для поддержания именно карачаевской породы лошадей. то есть горец и конь, я не представляю, что такое горец без коня. Количества уже достаточно для открытия конезавода. Ведутся переговоры и на стадии открытия мы уже проведены экспертизы, анализы крови. Очень много работы проделано при помощи поддержки правительства. Мы хотим и развивать, и продавать, чтобы весь мир, не только Северный Кавказ, узнал про качество нашей лошади, про ее выносливость, про о конях мы я могу говорить и сами. А вот коровы в этом хозяйстве дают не только молоко, но и обеспечивают работой местное население. Сегодня здесь трудится 30 человек. Пусть и не так много на ферме рабочих мест, но для отдаленного населенного пункта в районе, где часть трудоспособного населения вынуждена уезжать на заработки в республиканскую столицу, это существенно. Вот и бывший завхоз местной школы Сид-Хачиров нашел здесь себе работу. Вот начинается например с утра 4 часа утра дойка у нас. 4 часа утра дойка, гонок к 6 заканчивается, молоко увозят, скот угоняем пасти, к вечеру опять к 5 загоняем, вот и опять и дуют. Вечером пастем тоже так же. Я тут уже третий год работаю, вроде нормальные люди, плодят вовремя, никто никого не обижает, ничем не обижает, короче, любят людей, как бы ценят, я имею ввиду. И рабочие места, слава богу, в селе, никуда не ходят, есть места, чтобы можно было заработать, кормить всеми своими. Пока что в развитии хозяйства братья вкладывают собственные средства, господдержку они еще не получали. Однако уже в ближайшее время будут рассматривать вопрос вхождения предприятия в действующие программы по развитию сельхозпроизводства, ведь на собственные средства далеко не уедешь. Животноводство на сегодняшний день, как и по всей стране, рентабельность небольшая, без поддержки государства очень сложно, но наше предприятие не обременено никакими ни кредитами, ни долговыми обязательствами. На сегодняшний день среднем доход годовой от одной коровы в пределах 80 тысяч рублей. Ну, акцент опять-таки на чистом экологическом продукте, как я еще раз повторюсь, чтобы рентабельность повысить предприятие, нам нужен в любом случае полный цикл, законченный, то есть чтобы на полке магазинов ложились упакованные экологически чистые наши продукты. Вот такой путь проходит молочка перед тем, как попасть на полки магазинов и следом в наши холодильники. А мы в обычной жизни просто наслаждаемся вкусом продукта, даже не задумываясь о том, какое путешествие преодолевает собранное на ферме молоко. И самое главное, количество этого ценного продукта на наших столах в дальнейшем будет только увеличиваться, ведь его производство на сегодня заинтересованы все – государства, фермеры, покупатели. Первые предоставляют соответствующую поддержку, вторые – движимый спросом и растущей прибылью, а третий всегда выбирают качественное и натуральное сырье. А это значит, что молочное производство – направление сельского хозяйства, которое еще долгие годы будет оставаться выгодным и перспективным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Егорова